Сам задержанный вины своей не отрицает. Говорит, жизнь заставила. Боевиков насмотрелся и вот решил попробовать себя в роли налетчика. Сделал маску, зашел в ломбард, приказал охраннику сидеть на месте, взял перстень и ушел. А вот как со стороны выглядели действия подозреваемого. Ворвавшись в помещение и угрожая персоналу предметом, похожим на пистолет, злоумышленник подбежал к прилавку, схватил лоток с ювелирными украшениями и поспешил скрыться. Налетчик ошибочно полагал, что ему удастся избежать наказания. У сотрудников полиции богатейший опыт раскрытия подобных преступлений. В Центр оперативного управления поступило сообщение о том, что неизвестный под угрозой применения предмета, похожего на пистолет, совершил разбойное нападение на один из ломбардов города Саратова. По данному факту сотрудниками полиции был незамедлительно организован выезд на место происшествия, организована работа следственно-оперативных групп на местах с привлечением личного состава по перекрытию вероятных мест отхода преступника. В мероприятиях также задействовались сотрудники кинологической службы. Применив служебную собаку от вещей, принадлежащих к возможному преступнику, в данном случае была маска, служебная собака взяла сапаховый след и проследовала около 120 метров, до дома номер 5 по улице Международная. В подъезде данного дома были обнаружены перчатки, жилетка, курка преступника и лоток из-под золота. Закономерным итогом совместной работы стало задержание злоумышленника. В ходе грамотных и умелых действий сыщиков оперативно-сыскного отдела, а также сыщиков главного управления по Саратовской области, преступник по горячим следам был задержан, похищен и изъятен. В настоящий момент проводятся следственные действия. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений. Денис Желтов, Андрей Багаев, Расул Ибрагимов. Вести. Дежурная часть. Саратов.